В составе отдела 15 человек и две структурных лаборатории. Одна лаборатория это лаборатория популяционной экологии, которая ведет фундаментальную тему, а вторая лаборатория, которая является составной частью Азово-Черноморской артеологической станции и называется она лаборатория мониторинга Азово-Черноморских водно-молодных уходов. Она в рамках нашей первой прикладной темы, а по фундаментальной теме, которую проводит Игорь Георгиевич и Емельянов, у нас отдельный отчет. Первая тема трехлетняя прикладная, она в этом году завершается, а по фундаментальной теме у нас просто очередной годовой отчет. Все, что будет касаться следующих разделов, за нашими научными достижениями, конференции, публикации и так далее, это все будет касаться исключительно 2019 года, потому что в предыдущие годы мы вам так же все это докладывали. Первый раздел по прикладной теме. Идея раздела была проанализировать научную литературу за длительный период, достаточно длительный, я скажу, какой потом, на ее состоятельность ответит на те ключевые вопросы, на которые мы как страна должны будем отвечать. Поскольку мы пытаемся выйти на некие стандарты, скажем, европейские в области охраны окружающей среды. И когда мы берем Бернскую конверсию, Бернскую конверсию, берем БЕД-директив, ХЭБИТ-директив, это все нечто единое такое, в них есть приоритетные виды, в данном случае это додаток один, БЕД-директив, и есть стандартный формат отчета, который касается всех трех этих вещей, по которой каждая страна, которая или в ЕС, или собирается ассоциируется тем или иным способом, должна раз в шесть лет готовить отчеты национальные. И там есть четкие формы, и они касаются численности популяций, трендов популяций, изменения ареалов, не просто границ ареалов, а распределения вида, да, то есть там рейндж, да, и эре, это разные вещи. Процент видов в охраняемых территориях, вне их факторы, скажем, влияния и так далее. Что мы сделали? Мы взяли и выбрав из 130 тысяч аргалидов приложение 1, 62 вида, которые касались водно-молодных угодий, ну, всего не охватишь, мы провели анализ литературы за период 9-го по 17-й год. Всей научной литературы. Картинка получилась достаточно печальной. Если вы обратите внимание на коричневый цвет на диаграммах, это тот процент случаев, когда мы не можем дать свои, скажем, какие-то заключения касательно численности в гнездовый период, скажем, трендов, там, или численности в миграционный период, численности в зимний период, соответственно, трендов, мы не можем сказать о том, какая численность этих видов уже в ПЗФ, а какая нет, то есть достаточно недостаточно сети существующей охраны. Примерно для 26% видов у нас даже нет некого перечня факторов влияния, да, для остальных, вот там, 33, это там, где они есть, но понятно, что никаких исследований вот это никто не проводил, обычно, вот так специалисты пишут, влияет вот это, вот это, вот это. Мы пытались все так собрать в некую систему, но оказалось, что наибольшим фактором негативным является деградация биотопов. На втором уровне фактор беспокойства, без расшифровки, и отстрел, на третьем месте это отстрел, включая, так сказать, браконьерский отстрел. Вот мы получили такую не очень хорошую картинку, причем мы ее получили на такой группе, которая достаточно хорошо изучена, это птицы. То есть, наша научная литература не позволяет нам отвечать на простые ключевые вопросы по состоянию большинства видов. И это на позвоночных, на птицах, да. Если мы перейдем на уровень беспозвоночных, то то, что я знаю, это примерно состояние зоологии позвоночных, вот в этом аспекте, где-то там 19 век, да, там, начало 20-го, пока идет составление списков только. Вот мы тут сделали фундаментальное исследование, для такой-то территории мы составили список видов. Ну, понятно, там этих видов, там, в 100 тысяч раз больше, чем позвоночных, и поэтому идет такая дифференциация. Но пока, как страна, мы не сможем отвечать на вот эти вопросы, скажем, и далеко, еще не приближаемся к большинству европейских стран, по накопливанию научной информации. Это означает, что нам нужно думать о каких-то перестройках в сборе нашей научной информации в стране в целом зоологической, чего, я думаю, к сожалению, не произойдет, потому что это будет требовать, как минимум, изменения финансирования. Но, насчет финансирования, грустно. Второй раздел, значит, который касался амфибий и рептилий степной зоны. Тут наши коллеги активно изучали состояние фауны в этой зоне. Было набрано, скажем, по 14 видам амфийных, 19 видам рептилий, более 11 тысяч кадастровых точек. На основании их, скажем, был проведен ГИС-анализ, выделены наиболее ценные территории для этих групп, скажем. И дополнение на основе этих фактически, физически выделенных точек, обследованных территорий, были еще проведены моделирования территорий, чтобы охватить потенциальные территории, которые могут быть пригодны, которые не были предметом еще слишком, ну, как бы, детального нашего исследования. Кроме этого, проводился анализ влияния на ряд видов климатических изменений, ну, и вы знаете, что идет реализация климата в нашей стране. К сожалению, да, амфибий, рептилий, особенно амфибий, которые зависят во многом от поглажненности, значит, этот процесс достаточно печальный, и ожидается ухудшение состояния ряда места питания, ряда видов амфибий. Ну, кроме этого, тут проводились изучения генетических особенностей популяции Нижнего Днестра и Нижнего Днепра. Это совместно с чешскими прожитыми, с нашими коллегами из отдела Сергея Витальевича, с Морозовым и Леоновым, были также изучены или получены новые данные по ряду инвазионных видов, в частности, красотки, черепа, перегамы и так далее. Ну, это, если очень коротко, результаты второго раздела. Третий раздел касался изучения роли малых рек, и на карте красного цвета вы видите как раз территории нашего изучения сотрудниками отдела этих рек. По ним получены новые данные по видовому составу, включая охраняемые виды, и на основе этих данных были предложены ряд территорий гемеральд-нетворк, по крайней мере, эти данные туда вошли. Получены новые данные по инвазионным видам. Все мы знаем, что малые реки одна из сейчас очень больших проблем в нашей стране, потому что водосборные бассейны разрушены, идет постоянная деградация малых рек, и поскольку ими мало кто вообще занимается, вещь эта очень актуальная, тем более, что наша страна, взявшая курс, опять же, на европейские подходы, как правило, водных ресурсов, сейчас занимается тем, что по всем рекам выделяют так называемые водные тела, и среди них будут выделяться участки наименее трансформированные, наиболее в природном состоянии, там в основном гидроморфологические критерии, но тем не менее, вполне могут быть применены и наши данные, скажем, по видовому составу, по редким видам и охраняемым. Роль природно-заповедных территорий Припятского полеция. Тут были продолжены наши предыдущие работы по изучению мелких млекопитающих на ряде территорий природно-заповедного фонда, получены, скажем, новые данные, оцелены, какие из этих территорий наиболее, скажем, ценные, то есть получена современная картинка. По состоянию этих видов сделаны новые находки по ряду краснокнижных видов. Ну, опять же, все это телеграфным стилем, потому что... Далее, значит, наши коллеги из Азова-Щедоморской станции, лаборатории, они занимались изучением комплекса... Орнета-комплекса трех бассейнов. Это Утлюбский, Молочный и Тубальский лиманы. С одной стороны, они обобщили все многолетние данные по орнитокомплексам, по их динамике для этих территорий. Создали карту перспективных, наиболее ценных орнитологических территорий для вот этих территорий. И сравнили это с существующим ПСФом. И из этого сделали рекомендации по дальнейшему развитию. Кроме того, их интересовал вопрос динамики. Опять же, в связи с изменением климата. В засушливые годы у нас, в силу того, что лиманные части и пустевые части рек значительно пересыхают, происходит очень сильное перераспределение орнитопада. И, по крайней мере, на двух этих объектах... Если вы посмотрите, допустим, на примере одного хотя бы вида динамикиста лучного, да... Если у вас, внимание, 33% популяции, ну, локальной группировки гнездящейся, да, и в пустевой части 66, то в случае, скажем, пересыхания этих территорий, у вас большая часть популяции начинает располагаться где-то на русловых объектах. Но, как показали результаты, для двух объектов, вот эта система, да, буферных таких водоемов, которые распределены вдоль русла водосборного бассейна реки, вдоль русла рек водосборного бассейна, они работают, потому что есть, а в случае молочного лимана не работает. Отсутствие таких системы прудов и так далее, и так далее, и они имеют другие характеристики, то есть птица не может использовать, скажем, водосборный бассейн и уходит в другие совершенно, скажем, территории. Но, по крайней мере, мы видим на примере этих территорий, какие должны быть предприняты шаги и в плане охраны, и в плане менеджмента отдельных участков, их ободненности, и там есть такие рекомендации в отчете для того, чтобы максимально сохранить орнитокомплексы в условиях изменения климата. Далее, это фундаментальная тема, которую руководит Игорь Георгиевич Емельянов, и тема, как я говорил, заканчивается только в следующем году, поэтому еще более телеграфным стилем. Первый раздел, который ведет Елена Гоглевская. Тут продолжался сбор данных в шести областях Украины, перечислять не буду. Значительное внимание было, опять же, уделено различным национальным паркам, типа Кременецкие горы и другие. И началась работа по изучению миграций рукокрылых в причинноморкном регионе, в частности, в Одесской области. Были проведены совместные работы с белорусскими коллегами, исследования в регионах, прилежащих Белоруссии, а также на территории СНО Белоруссии. И были подготовлены несколько очерков подновленные данные по рукокрылым для Красной книги, но об этом нет, данные не будет. Второй раздел. Наталья Атымась. Значит, продолжено исследование гнездовой биологии гидонево-селекоптера в Ровенской области. И были отловлены птицы, которые помечены цветными метками. У них взяты пробы на анализ ДНК и иммуноглобина. На модельных участках Каневского водохранилища также были проведены учеты колоний, 13 колоний проведены, проведены намечения птиц. И на основе данных, там, 50 лет, с помощью моделирования и специальных, отобъемных к этому программу, были проанализированы возвраты кольцованных черных крючков. За 8 лет на Каневском водохранилище получены данные, что выживаемость взрослых особей совпадает с выживаемостью этого вида в Европе и намного выше, чем в Соединенных Штатах. Так что у нас все намного лучше. Следующий раздел. Ирина Синявская. Значит, было продолжено изучение изменчивости морпотипа серых полевок. Проанализировано 22 выборки. Работы продолжаются, детали выпускаем. Ирина Катюржинская. Значит, были проведены полевые исследования в Черниговской, Сумской областях. Я опускаю здесь куски, которые касаются другой темы по Красной книге. Были еще исследования большие в Карпатах. Там в Ирина Катюржинской области только по теме. Было проанализовано распределение герпетофауны по биотопам в регионе. И указана их связь с характеристиками биотопов региона. Было бы выявлено интересную такую закономерность, что после спада в период 2002-2004 годов и подъема в 2010-2012, когда численность восстановилась во многих годах, в 2017-2019 опять резкое падение численности, видов. Понятно, что опять все это связано с климатическими изменениями, с теми засухами, которые продолжаются. И сейчас видим осень, которая является засухой. Потому что дождей нет. Были также проведены работы по комплексной бииндикации водоемов с использованием асимметрии. И для водоемов, которые были проанализированы, я так понимаю, что это в районе Мезенково, наверное, на МПП, было показано, что высокий класс качества среды этих водоемов в регионах исследования. И последний раздел в этой теме, он немножко как бы у нас отдельно идет, но мы его ввели по просьбе Евгения Яниш, и он касается археозоологических исследований. Она ведет активное сотрудничество с нашими археологами и занимается определением костей животных, что, в принципе, является зоологической, я бы сказал, работой и дает нам очень интересные результаты на стыке зоологии и археологии. Были проведены исследования костей, полученных в результате раскопок 2018 года на территории памятки Кон-Суловские городища в Херсонской области. Объем выборки примерно 1200 костей. В этих остатках обнаружены 9 видов млекопитающих. Ну, также определен видовой состав рыб. И интересно то, что обнаружение, скажем, костей сайгарка в тот период показывает, что достаточно был ридный климат, и этот вид постоянно присутствовал, скажем, в качестве пищи или добычи наших предков. Далее. Все, что далее, это за 2019 год исключительно. Конкурсные темы. Наши коллеги принимали участие в двух конкурсных темах, но это в основном Есек Иванович Шерничко, Есек Иванович Абинокурова. Название этих тем это в рамках тем, которые ведет университет имени Хмельницкого и Литопольский. Тех темах, которые ведет институт, мы принимали участие в двух в индикаторах и в краснокнижных видах, да, и по краснокнижным видам, можно сказать, без преувеличения, что принимал весь наш отдел. Науково-экспертная деяльность. Мы тесно работаем с министерством, которое меняется как хамелеон, теперь оно министерство энергетики и чего-то там, но тем не менее мы работаем. Аккортуется. Да, и мы готовили, вот Елена Готлевская готовила по учимышам информацию, и я готовил национальный отчет по, скажем, одному из видов гусей тоже для министерства. Так, потом я перескочил с використанием народного господарства. Значит, наши коллеги принимали активное участие в создании обоснований Смарандовой належи и все это уже получило Добрямс, был опорным министерством в секретаре конвенции, все это висит на сайте конвенции, официально одобрено секретариатом. Что мы будем с этим дальше делать, я не знаю, так сказать, потому что это будет требовать потом подальшего узаводления землокористовочами, но этот красивый шаг страна сделала, а дальше будем посмотреть. Кроме этого, занимались подготовкой стандартных обоснований для различных заповедных объектов, часть из них представлена тут, координация науковой деятельности. Струдники отдела являются членами научно-науково-техничных рад, примерно там с десятка наверное всяких национальных парков и биосферных заповедников. Работают во многих комиссиях, кроме комиссии по красной книге, как вы видите, рабочей группы комиссии мин экологии, захоронной природы, Рамсарска, там паренцина Рамсарска Рада, национальная КМРЖ, заповедная справа, межвидомчая группа инвазийных чужой ракуэдев, и задействованы Алексей Василюк, Елена Ганлевская, Инна Куцико, и я. И дальше наши люди работают в Держис агентстве, это Женя Яниш, Мухово-техничного и Мислильского Господарства. Также мы входим в состав рабочих групп Минкультура, опять же это Женя Яниш у нас там, ну и во всякие разные комиссии там по бассейну Бибельного МОГа. Кроме того, наши коллеги активно участвуют в ряде различных международных групп, которые координируют те или иные направления деятельности там приходные или фундаментальные. Ну читать не буду, все тут видно. Далее, а где нам ведется координация регионального орнекологического мониторинга, это авусовские учеты, которые охватывают все Азово-Черноморское побережье Украины. В 2018 году прошел очередной, если я не ошибаюсь, шестой или седьмой цикл этих учетов. Кроме того, я совместно с Юрием Андрющенко мы координируем международные учеты зимующих птиц, водно-молодных птиц в озовоченноморском регионе. Это уже такая долгосрочная работа глобального масштаба, но не мы на глобальном уровне, мы просто часть глобальной большой программы. Ну, также принимали участие в координации по рукопрымам касательно адреса наших игроков. Ну, кураторство разных коллекций, вот в скобочках видите цифры, да, скажем, открывание работами учнями, всем там, курсовыми, там, дипломами, три, открывание аспирантами, четыре, рецензивание, статей, монографии, ну, это все представлено на списке, не углубляемся. Конференции. Сотрудники отдела или отдел или как представители института выступали в качестве сорганизаторов, да, в шести конференциях, которые здесь у нас обозначены, но, кроме того, сотрудники отдела принимали участие, физически принимали участие, еще в 29 всяких там мероприятиях в различных странах мира, вот, все у вас на этом списочке представлено. Створение выкрестания объектов интеллектуальной властности. Вот, Светлана Винокурова и Есимовна Черничко получили такое свидетельство, да, касательно авторского права на разроку, которое называется науково-информационная система поддержки мониторинга от СИНКИ до прогноза станом березаминителя на территории УЭС сельской линии Эконреш. Ну, вы знаете, что в стране очень бурно, по крайней мере, до вчерашнего дня, да, развивалась система ветростанций. Это десятки станций и это все требует, если работать на уровне международных стандартов, стандартных протоколов мониторинга, стандартных протоколов оценок и для того, чтобы как-то ЭДО компьютеризировать, да, была разработана такая мониторинга система в сотрудничестве с другими коллегами. Монографии, выдавнища деяльность. У нас вышла монография, я забыл, ну, ладно. Первое, это то, что вот Оксана Некрасова и Владимир Дит, да, еще с одним коллегой, по мотивам прежнего гранта ДФФД, они выпустили монографию, которая называется «Есть модуливания по ширине вразовых дозмин климата земноводных таплозуни в Украине». Одну мы подали совместно с географами науковую думку, но там еще идет коррекция касательно объектов ПЗФ. Далее, вышло у нас 35 статей, из них общим объемом примерно почти 11 друкованных аркушек, из них 10 так называемых «копусовки» выданья, да, тут некоторые названия приведены и уданы включать. Тезис 36, другие публикации, 20, заканчивают, еще 2-3 слайда. Там 63 другого нахажем, но не все они наши, понятно, что часть, мы просто участвовали как со-автор в этом деле. «Витописы природы», это просто примеры некоторых статей. Кроме этого, хочу обратить внимание, что мы подготовили очередной сборник РОМ, это как раз результаты вот этих учетов, то есть мы стараемся и публиковать. И также мы подготовили, понятно, что это при поддержке финансирования института, мы подготовили еще третий том, Виталий вчера показывал их, в прошлом году два, и вот третий знак червонок ниженых в Университуте, и я думаю, что в сумме это там более 30 тысяч наверное находок, которые послужат хорошей основой для написания. это сотрудничество с белорусскими коллегами, очень активно наши коллеги участвуют во всяких мероприятиях популяризации знаний. Тут цифры как бы есть, хочу добавить, что буквально недавно, вчера, позавчера Женю Яниш пригласили принять участие в получении призового места в одной из номинаций фотоконкурсов Vicky Science Competition, то есть достигаем определенных результатов, которые признаются национальном уровне. Кадры радикальных изменений там не происходило, значит, у нас была принята на работу Нашина Ирина Савченко, и в этом году поступил молодой человек в аспиранту Елены Годлевской. Елены Годлевской. Итак, у меня все, коллеги. Это техногенный водоем западный Севаст, поэтому у него такая красивая экрана. Спасибо.